Ну что, вот они, наши победительницы! Что происходит? Куда вы нас ведете? Все хорошо, я просто хочу с вами познакомиться. Одна хотела, чтобы плакал Голливуд, а у другой замкнула в голове от эмоций. Но они вышли на сцену и покорили сердца зрителей. Мой наряд соответствовал наряду, который я придумала сама у себя в голове. Я вот его увидела, я думаю, ну это точно судьба. Когда я встала в эту коробку, я поняла, что будет класс. Ангелина Маркевич и Ольга Козырь – студентки, которые сделали свои первые шаги на этом звездном пути. Второй сезон обещает быть жарким. Сцена для вас – это в новинку, софиты, внимание такое, камеры или, может быть, был уже опыт? В первые дни проекта, так скажем, я очень боялась камеры. Рассказывали, что это не так страшно, что камеры очень хорошие, они тебя не съедят. Давай, думай! Я поехали! Я! Тут это было для меня в новинку, так как я 8 лет выступала с хором, где большой коллектив, и я где-то там одна в третьей линии стою, пою свое сопрано. Ангелина учится на биолога, Оля – педагог и будущий организатор мероприятий. На кастинг пришли испытать удачу и вот попали в эфир самого народного музыкального телепроекта. Чем пришлось пожертвовать? Вот все-таки учебой пожертвовали, я уже поняла, да, в большей степени. Чем еще? Вот на две недели от чего пришлось отказаться? Может, диеты были какие-то? Ну, только если вокальные, то, допустим, орехи не есть, там, чипсы, все такое, что влияет на голос. Первые дни для меня было очень сложно. Незнакомые люди, постоянные камеры, такое место, и ты думаешь, хочешь вернуться иногда обратно домой. На две недели их жизнь перевернулась с ног на голову. Репетиции от темна до темна, работа с мэтрами белорусской эстрады и физическая разгрузка. Раз, два, три. Про бассейн слышала, про спа-процедуру поподробнее можно? Я не ходила в бассейн и в спа, если честно. Я тоже, не довелось мне побывать там. То съемки, то опять интервью какие-то. Я уже отрепетировала свое, вот я сажусь за конспект. Шуп, 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 пока кто-то другой репетирует. Оп, меня позвали, оп, закрыла, а Кась пошла петь. Если ты думаешь свое дело по-настоящему и отдаешься ему с утра до ночи, ну и не сказал я, конечно, я думаю, все уже знают, что Саша Солодуха 24 часа в сутках находится на улыбке. Да, это мой любимый. С улыбкой после победы на сцене не расстаются и девушки. Душа у них поет. Там, где зреет виноград, зеленый, даже не помню. Собраться с мыслями под прицелом камер в студии сложно, но у них получается. Боевое крещение на сцене Чижовка арены прошло не зря. Тренируется теперь на журналистах. А вдруг и я занервничаю? Елена, все хорошо, давай передай мне вот свое-своё нервы, и я тебе свое спокойствие. Осталось лишь передать этот настрой остальным участникам. Теперь каждую неделю мы будем узнавать по два имени полуфиналистов второго сезона «Звездного пути». Двух самых голосистых и артистичных из каждой области. Они-то и пройдут в финал, а там уже как споют. Может быть, это будет тяжело и трудно, но когда ты добьешься того, чего хочешь, тот момент, когда перед тобой открываются все двери. Звезда ваша. Да-да-да-да-да. Не могу не попросить поющих исполнить что-то для наших телезрителей на бис. Исполните то, что хочется сейчас. Да, смотри. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, у нас антропе, когда твой взгляд светит ярко, в этом смысла ноль, если тебя рядом нет. А у меня сердце. Я так е Ready?